Я не собирался комментировать и выборы в Украине, но то, что произошло за последние дни, даже месяц, в течение месяца, еще находился в Германии, в одной из клиник, мне звонили разные телеканалы, писали в фейсбуке, я думаю, что у меня сообщения от части украинских СМИ, российских СМИ, молдавских, как бы эта история, ну, не особо интересовала. Значит, прокомментировать ситуацию, связанную с Порошенко, потому что вот я когда-то его там в чем-то обвинял и так далее, и вот сейчас там выборы и так далее. Ребят, первое, я не вмешивался и не вмешиваюсь в выборы в Украине, но то, что происходит сейчас, то, что одни телеканалы показывают это как эксклюзив, потому что все, многие украинские СМИ, российские СМИ с утра до ночи крутят новость про то, что вот Усад обвинил Порошенко в убийстве там собственного брата и так далее. И не только в этом преступлении. Значит, я не давал никому никаких интервью. Об этом я говорил примерно полтора года назад в программе «Политика» с Натальей Морарь, где, говоря про связь Порошенко с Плохотнюком, я как бы показал часть материалов из уголовных дел, где четко написано было о том, что... Вот, кстати, сейчас в комментариях идет ссылка на то, что я говорил в программе с Натальей Морарь и документы, которые я опубликовал. Материал из уголовных дел, где четко было написано не мной, а молдавскими прокурорами о том, что... Вот там группировка Порошенко и там Петра Мадан существовала в Молдове, действовала с 96 по 2004 год и были замешаны том-то, том-то, том-то. Все это есть, вот сейчас есть ссылка, вы как бы это все увидите. Я это говорил полтора года назад, комментируя связь Порошенко с Плохотнюком, не для того, чтобы как-то повлиять на выборы в Украине. Плюс, если бы я готовился к выборам в Украине, я имел бы к ним какое-то отношение, вышел бы с этим сейчас. Я сказал это полтора года назад, и я вообще всегда вытаскивал всю фактуру, которая тем или иным способом попадала ко мне. Поэтому обвинять сегодня в том, что я вмешиваюсь в выборы в Украине, и как вышел сегодня на пресс-конференцию целый руководитель штаба Порошенко, по-моему фамилия Медведев, с заявлением о том, что усатого русские держат в Москве и так далее, и так далее, вот он там хочет оклеветать Порошенко. Значит, никто меня в плену никогда не держал и держать не будет, чтобы никто, даже если кто-то на эту тему думает, чтобы он иллюзии не питал. Значит, я всегда говорил правду. Я благодарен тем людям, которые мне передавали эти документы, в том числе из уголовных дел. Я получил, значит, и фактуру на то или иное преступное сообщество, и я считал всегда своим долгом разоплачать этих негодяев, где бы они ни находились. Я отказывался давать интервью тому или иному телеканалу на эту тему, чтобы меня опять не привязывали. Вот, например, на Россия-1 была программа с Соловьевым, значит, воскресенье, где он говорит, что вот, устали держать скелеты в шкафах, и вот усатые с Коломойским они партнеры, и вытаскивают скелеты на Порошенко. Для господина Соловьева и для остальных до этой программы, кстати, чаще смотрел Соловьева, сейчас даже не знаю, как реагировать на это, надеюсь на то, что, ну, просто он не успел разобраться в том, что он рассказывал, что якобы я партнер Коломойского, и мы вместе с ним какую-то историю там совместно. Я Коломойского никогда не видел в лицо, но я привык к тому, что меня всегда кому-то привязывали. К российским спецслужбам, к солнцеской мафии, все делалось для того, чтобы люди меня боялись, чтобы люди не верили и так далее. Но история, связанная с господином, извините, звонок перебил, история, связанная с Порошенко, для меня началась, началась еще тогда, когда я был студентом. Я расскажу сегодня то, что точно не навредит следствию, либо там устранят кого-то из свидетелей. Но, когда выходят, обвиняют меня в том, что я там за кого-то, особенно в Украине, надо бы с нашими баранами в Молдавии разобраться, не то, что лезть в Украину, но то, что происходит сегодня там, и то, что я знаю, я хочу, чтобы это люди узнали. Во-первых, это история моей молодости, это история, которая мне не давала покоя много лет, и эту историю должны знать все, неважно, в какой стране мира меня смотрят. Я хочу, чтобы люди эту правду знали, потому что эта правда оставила очень глубокий отпечаток в моей жизни. И я в мемуарах обо всем этом напишу поподробнее, плюс я оставил четырехчасовое интервью, на всякий случай, так, ну, знаете, как готовился к операции, плюс там очень много разных странных непонятных угроз было и в предвыборную кампанию, и в нашу предвыборную Молдавию. Я оставил это видео, в котором также есть многое из того, что я скажу сегодня. Но давайте все-таки обсудим вот эту историю, которая для меня, как я говорил, была важной. Я всегда привык в чем-то разбираться досконально во всем том, чем я занимался. И то, что прошли годы, я в этом разобрался, меня это радует. А именно, возвращая свою жизнь, когда в 1994 году, в 1994 году буду школьником средней школы номер 3 фалештых, выиграв, благодаря своим родителям, я выиграл тогда Республиканскую Олимпиаду по английскому языку, благодаря тому, что я как бы занял первое место на этой Олимпиаде, мне предлагали либо в Бельце, либо в Кишневной, я вступительную группу без, наинъяс на бюджет без вступительных экзаменов. Значит, я выбрал Бельцы по рекомендации родителей, они там учились в Олимпиаде Руссо, Бельцы я чаще посещал, посещал в детстве, чем Кишнев, выбрал Бельцы. Там учились родители, ближе к дому, к фалештам и так далее. Значит, будучи студентом, как многие из тех, кто сейчас меня смотрит, как те, которые были студентами, да, я первое время жил на квартире, ну, родители хотели, чтобы были лучшие условия как бы жизни, и за это им огромное спасибо, низкий им поклон. И таким образом я оказался в 95-м году на квартире у двух замечательных людей, я снимал там комнату, жил я в районе военкомата, но это угол, все-таки дом находился на улице 28-го июня, как она тогда называлась, да, значит, у дедушки Валентина и бабушки Марии, замечательные люди, которые меня приняли, порекомендовали, друзья моих родителей, тоже у учителя, чтобы я там у них, ну, чтобы я у них пожил, пока там подрасту там и так далее, и так далее. Я почему детально вам сейчас что-то рассказываю, потому что эта история для меня важна, и видя, что кто-то пытается использовать мое имя в тех или иных СМИ, я хочу, чтобы была правда, чтобы это не интерпретировал то, что я сказал, повторюсь, у Натальи Морарь, полтора года назад, интерпретил всем как угодно. Значит, жил я на этой квартире, у этих людей, и, естественно, живя у них, я познакомился с прекрасной семьей, с ихними детьми из Кишинева, которые к ним приезжали, значит, это семья Шупарских, значит, Константин был известным Кишиневым бизнесменом, я повторяю, был студентом первого курса, прекрасная жена его, дочка Иоланта, красавица, которая была там, мисс Улим, шла, по-моему, на мисс Молдавии даже и так далее, то есть очень красивая девушка, и я восхищался этой семьей, Костя где-то был похож на Дон Кихота, он всегда такой вежливый, галантный и так далее. Супруга занималась вместе с ним бизнесом, Иоланта, студентка Улима Патеря. В один день Константин приходит и говорит мне о том, что, говорит, слушай, вот не знаю, как поступить, беспредел. В Молдавии, это у нас был 96-й год, значит, меня серьезно прессуют разные украинские группировки, заставляют продать часть акций. А у них был салон красоты Иоланта, напротив, румынского посольства тогда в Кишневе, в честь девушки Иоланта. Значит, у них были акции в различных предприятиях Кишнева, и он рассказывал о том, что их заставляют продать. Я еще раз повторюсь, вы знаете, прекрасная семья, очень красивая дочь, которая тем более, ну, мы были ровесниками с ней тогда, значит, я с восхищением всегда на них смотрел, именно, ну, какие они были все замечательные и красивые. И вот, я часто, будучи студентом, ездил в Москву, там, на каникулы, там, кого-то увидеть, там, к врачам, там, ну, я с детства ездил с мамой в Москву, там, по врачам, касаемо там зрения, и так далее. И вот, в один день, я помню, находясь в Москве, мне звонят из Молдавии, мои родственники, и говорят о том, что, слушай, говорит, погибло, погибли, значит, Костя Шупарский, Константин, Валентина его жена, и их прекрасная дочь Иоланта. Я был просто в шоке тогда, от, я не мог поверить, как бы, что семья, которую, да, я всегда сочувствовал любым трагедиям, но когда семья, которую ты знаешь, когда ты видишь эту идеальную семью, когда вспоминаешь строгую жену Константина Валентиновича, Валю, которая там всегда была, ну, такой жесткая управленца, да, ихняя дочь студентка, и мне говорят, что все умерли, всех убили топором, сегодня утром кишиняюсь. Я был в шоке от этой истории. Для меня это была внутренняя травма, потому что это была трагедия, которая не произошла на моих глазах, но произошла с людьми, не чужими для меня на тот момент. И спустя время, когда задержали того, кто их убил, оказывается, что убил парень с Белгорода, Днестровка, с Косу Украины, на фоне ревности, там он ее любил, там она ему изменяла, ну, короче, какой-то бред. А я с Ялантой часами разговаривал, когда она рассказывала там про свои взаимоотношения с молодым человеком, который был молдавским банкиром и точно не был там бандитом с Белгорода, Днестровска. И то, что, то есть у меня не увязывалось, какое убийство на фоне ревности, какое, ну, что за бред несут молдавские там телеканалы, тогда правоохранители, когда как бы я знал там в том числе и про ее личную жизнь, потому что мы были друзьями. Значит, проходят годы, знаете, как в фильмах там, прошло там 10 лет, в моем случае прошло там чуть меньше после этой истории. Прошли годы, я окончил университет. Но эта история никогда не давала мне покоя, как умерла целая семья на фоне ревности, потому что тогда этот негодяй зашел в квартиру, убил топором Костю, убил потом топором Яланту и ждал Валю, когда она вернется домой с магазина и как бы ее тоже убил. и я понимал, что что-то произошло, но у меня небо разгадки. Проходят годы, читая некоторые материалы молдавских спецслужб, которые информировали. Молдавский СИП, молдавская контора, она всегда как бы информировала президента о том, что как бы происходит в стране. И нарвавшись на один из докладов, который я опубликовал, по-моему, после программы с Натальей Мораль, было написано тогда для Владимира Николаевича Воронина о том, что вот группировка Петра Порошенко, Петра Мадан, а повторяю, Порошенко не был тогда для меня известным политиком, потому что, ну да, там про него многие говорят, там что-то он там разбойничал, химичил там в 90-е годы, но тогда Порошенко был секретарем Совета Безопасности Украины с 2004 года, если не ошибаюсь. И вот, когда информировали Воронина о том, что группировка, созданная Порошенко, имела отношение к убийству Шупарскому КВ, когда я прочитал это в материалах, меня тогда осенило, потому что как, стоп, я говорю, как это Порошенко, причем тут убийство семьи Шупарских, Кишиневе, там тройное убийство и так далее. И тут я начинаю разбираться в этой истории и выясняется следующее. Я начал вспоминать, когда будучи студентом, Костя рассказывал мне про то, что какие-то украинские группировки на него наезжают для того, чтобы для того, чтобы он продал свой бизнес. И меня осенило. Я понял, я разгадал тогда смысл тройного убийства, почему убили всех троих. Потому что Костя отказывался продавать украинцам акции. Отказывался, отказывался, отказывался. Если бы убили только Константина Шупарского, собственником акции бы стала Валентина, супруга. Убили бы мужа с женой, стала бы дочь Иоланта. А убили всех троих и собственниками стали родители Константина, люди, которым было более 70 лет, намного больше 70 лет, которые потом в один день перестали быть собственниками этих акций, а собственником стал Петро Алексеевич Порошенко. Его компания вы понимаете, насколько я был в шоке? Потому что про Порошенко я уже слышал многое. Про загадочную смерть его брата на Кипре. Порошенко говорил о том, что Порошенко извините, звонки переводят. Порошенко говорил о том, что брат погиб в ДТП. И вообще сегодня на него льют только грязь. Он там со всеми начинает судиться, что-то доказывать. Во-первых, касаемо материалов ОПГ, созданное Порошенко с 96 по 2004 год, значит, я попросил, чтобы в комментариях опубликовали ссылку на мою программу с Натальей Моралью полтора года назад, где вы увидите бумаги, которые я опубликовал. А самый главный документ это заключение прокурора прокурора Лилиана Рудей о том, что в 2012 или 2013 году, смотрите документы, объединив все дела Порошенко, а там десятки дел, они объединяют в одно, а это одно они приостанавливают из-за того, что не установлено лицо, которому можно предвидеть обвинение. То есть, они пишут про группировку Порошенко, про группировку Мадана, и это все уже было при наших там альянсах за евроинтеграцию, тогда Порошенко, я так понимаю, уже там Влад Плохотнёк помогал ему готовиться к выборам в Украине, который Порошенко выиграл. Увязав всю эту историю, увидев, что в Украине может произойти все то же самое, что произошло у нас в Молдавии. Дорогие жители соседней Украины, я знаю, что меня поливали грязью по просьбе Плохотнюка Порошенко СМИ эту историю поддерживали, меня делали и Солнцевским, и агентом ФСБ, и кем угодно у вас в Украине. Значит, под видом того, что я посетил Крым, хотя я Крым посещал в течение девяти лет, каждый год я ездил в Крым на весь август месяц, мои друзья это знают, январь я проводил в Майами весь август в Крыму. И то есть, после того, как Крым стал территорией России, я его посетил, меня забили во все эти сайты, там миротворцы и так далее, значит, Порошенко неоднократно, ну неоднократно, один раз точно, значит, дал команду СБУ, значит, молдавские самолеты должны были посадить в Одессе, вы, многие, те, кто живут в Молдове, следят за моим каналом, эту историю знают, когда якобы по техническим причинам Молдаване не принимают борт, сажают его, а у нас запасный аэропорт один Бухарест, второй Одесса, должны были посадить Одессу, и там моя жизнь должна была закончиться в течение нескольких дней. Петр Алексеевич, я все это помню, и ваши спецслужбы это знают, и об этом они заговорят после того, как вы перестанете быть президентом. И не только про эту диверсию, в которой вы помогали Молдаваням, пытались помочь меня похитить, уничтожить и так далее. Но сегодня, когда у нас в Молдаве хватает своих проблем, когда выходит ваш глава пресс-службы и говорит о том, что русский меня держит в плену, Петр Алексеевич, я опубликовал документы для вас, для вашей пресс-службы, для всех жителей и Украины, и Молдавии, для всех тех, которым не безразлично, что происходит в той или иной стране, подтверждающие то, что были все эти несколько десятков уголовных дел против вас закрыты, и вас отбелили перед тем, после этого последовал уже красивый майдан ваш, и после этого ваши там президентские выборы. Может быть, вы скажете, когда вы говорите, что на вас там фабрикуют какие-то статьи, материалы, вы про фабрикацию уж мне не говорите. Против меня сфабриковали десятки уголовных дел в Молдавии, меня уничтожали СМИ вашего друга Плохотнюка круглосуточно. Может быть, вы скажете, что я жил в 95-96 году на квартире у этой семьи в Бельцах, с членами которых вы расправились. Ну, не вы, по вашему заданию, расправились спустя годы, и это уже тогда готовились к вашей дискредитации, как на президентские выборы в Украине. Но это смешно, Петр Алексеевич. Проблема в том, что собственником акции Шупарского стали ваши компании. Вы там разбирайтесь сами между собой с Мадонами и остальные, хотя я думаю, что вы потеряли уже половину тех, кто про вас могут что-то сказать. Но вот сегодня есть живая свидетельница в Кишиневе, молдавские СМИ знают эту фамилию, это Стелла Пахомий, которая находилась на Кипре тогда, когда утопили брата Порошенко. Стелла Пахомий, она там проходила, по-моему, по делу Платона, не по-моему, а точно. После того, как с нее взяли необходимые показания на Платона и ее как бы выпустили, понятно, что Стелла сегодня не будет говорить ни о своих отношениях с Порошенко в 90-х годах, я имею в виду брата Порошенко, который Порошенко рассказывает, что погиб в ДТП, его утопили, ну, потому что, ну, таким образом, видно, ведет Петр Алексеевич бизнес. Я сегодня вышел для того, чтобы в Украине не произошло то, что происходит у нас в Молдавии. Голосуйте за кого хотите. Это ваше дело, и мы не имеем права вмешиваться в ваш выбор. И никто не имеет права вмешиваться. Я никогда не допускал вмешательства тех или иных в ту или иную ситуацию. Мне есть, что сказать, есть, что сказать, и поверьте, есть, что еще и показать дополнительно к тем документам, которые я опубликовал. Конкретно по истории с Порошенко. Просто еще раз подчеркиваю, Порошенко меня всегда интересовал как связь с Плохотниковым. Отдельно я им не занимался, когда получилось, что я узнал, что из-за чего погибла семья Шупарских много лет назад. И когда Порошенко стал собственником этих акций, но, ребят, об этом молчать нельзя. Неважно, чем я буду заниматься дальше в жизни. Я всегда буду говорить вам правду. И поверьте мне, вам есть, что сказать о том, что происходит у нас в Молдавии.